здравствуйте дорогие садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок сегодня мы поговорим с вами о сидоратах для чего они нужны чем они цены и какие сидораты в какой ситуации использовать сидораты это сельскохозяйственные растения которые выращиваются не ради урожая ради так называемого зеленого удобрения кроме того что сидораты накапливают большую зеленую массу которая впоследствии запахивается и служит хорошим органическим веществом для питания будущих растений а также для микрофлоры почвы они могут превращать недоступные растениям трудно усвояемые минеральные вещества в частности фосфаты в более доступную легко усвояемую форму среди вот именно таких сидоратов своей ценностью отличается а зимая рожь а зимую рожь в качестве сидората можно засевать на небольшие или большие площади зависимости от того сколько земли вы оставляете под пар под отдых вы можете делать эти посевы как осенью так и весной если вы планируете посевы рожь и осенью постарайтесь посеять ее как можно раньше для того чтобы она развила мощную корневую систему и весной рано отросла сформировала большую зеленую массу и к тому времени когда вам надо будет ее запахать в землю чтобы масса растений была уже достаточно большой если же вы планируете высевать рожь весной то не бойтесь она практически не выколосится она даст большую большую зеленую массу ведь рожь это озимое растение она может дать небольшое количество колосков но они будут непродуктивные без семян и осенью вы сможете вот эту всю огромную массу запахать в землю что будет очень полезно рожь формирует прекрасную микоризу с грибами которые способствуют растворению труднодоступных растениям фосфатов соответственно развитие такой микоризы на корнях ржи поможет усваивать фосфаты будущим культурным растениям следующей группой сидральных растений являются бобовые растения все хорошо знают что бобовые растения способны формировать симбиоз с азот фиксирующими бактериями и таким образом обогащать почву азотом это правда и растения бобовые и клубеньки богаты азотом если вы не убираете урожай семян а запахиваете растение после окончания цветения фазе зеленого зеленых бобов то именно в этом случае вы максимально обогащаете почву азотом вы можете легко посеять совместную ржано-гороховую например смесь и таким образом обеспечить почву и легко доступными фосфатами и азотом на следующий год без внесения каких-то до синтетических удобрений следующей группой сидральных растений являются крестоцветные сидральные растения крестоцветные сидральные растения формируют очень слабую микоризу и не фиксируют азот казалось бы для чего они тогда нужны и для того чтобы крестоцветные растения сформировали большую массу необходимо внести достаточно высокие дозы азотных фосфорных и калийных удобрений конечно если вы не вы не убираете урожай семян а запахиваете зеленую массу в период после окончания цветения начала образования стручков в этом случае все эти вещества вы вернете в виде органики назад в почву но какая же польза от них дело в том что выделение крестоцветных растений избавляют почву от многих патогенных грибов считается также что крестоцветные растения в особенности горчица отпугивают почвенную паразитическую нематоду поэтому ценность этих сидеральных растений безусловно еще в качестве сидерата используют многие фацелию это растение способна расти на очень бедных почвах таким образом она также способна добывать труднодоступные минеральные вещества кроме всего прочего данное растение является прекрасным медоносом привлечение медоноса в сад является одним из факторов высокой урожайности многих растений в особенности плодовых а также фактором поддержания местных экосистем что тоже тоже немаловажно поэтому используйте и это растение в качестве сидерата ну и последнее растение которым я бы хотел поговорить это тагетис и тагетис тонколистный именно тот тагетис который находится вот здесь у меня в руках дело в том что это растение не является таким уж традиционным сидеральным растением однако она является мощным сидератом отпугивающим нематоду защищенном грунте посадить ее в открытом грунте достаточно сложно необходимо вырастить рассаду необходимо содержать посадки чистыми не ну с другой стороны это растение обладает весьма и весьма высоким декоративным эффектом поэтому вам стоит посадить опыт плодовыми деревьями например вдоль овощных грядок и вообще обрамить все грядки этим растением тагетис среди тагетисов предпочтение надо отдать все-таки тагетис сотенколистному он формирует большую зеленую массу множество цветков и очень мощную корневую систему не держите этот тагетис до созревания семян соберите семена из первых отсветших цветков и всю остальную массу закопайте запашите в грядке особенно в защищенном грунте защищенный грунт томаты все растения будут вам очень благодарны надеюсь что этот небольшой экскурс в мир сидральных растений поможет вам сделать правильный выбор и поможет вашему экологическому органическому земледелию и хорошим урожаем для того чтобы оставлять свои вопросы переходите на портал процветок точка кум ссылка под этим видео если вам понравилось наше видео ставьте лайки нажимайте на колокольчик для того чтобы не пропустить наши будущие видео выпуски а я прощаюсь с вами и до новых встреч удачи удачи удачи